На этапе Кубка мира в Руппольдинге присутствовали не только тюменские спортсмены и журналисты. Прибыл туда и легенда сибирского и мирового биатлона Иван Черезов, который после окончания карьеры не покинул спорт. Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпиады попробовал себя в роли корреспондента портала Калашников Медиа. Очень удобная позиция издания. Такому интервьюеру и в комментарии никто не откажет, и его экспертная оценка крайне авторитетна. Встал бы журналистом на постоянной основе? Даже не знаю. Мне проще, тут немножко двояко. Я же много знаю, что внутри, и каждое слово, например, в интервью с кем-то, или когда сам, приходится взвешивать. Лишнее сказать, чтобы не обидеть тренеров, спортсменов, сервисменов, потому что ты со всеми лично знаком, в нормальных, хороших отношениях, и не хочется как-то о нехорошем говорить. Тем более поводов не так много в этом году. Прославленный биатлонист спорт не покинул. Иван Черезов вернулся в родной Ижевск и работает в концерне Калашников на серьезной должности. Директор по спортивным проектам. То есть, ну, я занимаюсь биатлоном. Первое – это по поводу оружия самого. Это взаимодействие между федерацией и концерном, региональными федерациями и сборной командой, также между концерном. В прошлом году Черезов вернулся и в биатлон, правда, в роли функционера. Чемпион планеты возглавил Федерацию стреляющих лыжников родной республики Удмуртии. Самовар, а далеко не галстук, подарили хоккеисты Рубина своему наставнику Андрею Кирдишову в день его рождения. 28 января в рамках русской классики тюменцы на выезде разобрали местное Зауралье 4-0. Я второй раз вернулся, вот, в детство. Я вспомнил наши тренировки на свежем воздухе, скажем, и морозик этот, и ветерок. И как-то игра началась, и жарко стало. Сначала вроде холодно было. И самое интересное, вторая русская классика – одинаковый счет. В принципе, игралось-то так же. Чуть-чуть сложновато было в воротах, где мы начинали. То, что солнце, конечно, светило в глаза. Да, так, в принципе, ну, если честно, не сильно, как сказать, много различий было. Единственная форма задубивала, и отскоки другие. В этом плане тоже, как бы, тяжеловато было. Полевая кухня отработала без нареканий. Цены на сувенирную продукцию глаза не пугали. А стрелка термометра услужливо не портила собравшимся настроение. Хотя мастера знают – матч состоится в любую погоду. Я в Новосибирске играл по 35 градусов мороза, когда шайба попадала в штангу на две половины. Но я вспоминаю это время, потому что хоккей – это зимний вид спорта. И то, что сегодня… А сегодня вообще, я считаю, смотрите, солнышко вышло. Сегодня сам Бог нам дает возможность провести такой праздник. Поймите, сегодня не 27 градусов, сегодня 15. Для спортсменов, которые в хоккее играют, просто лучшие удовольствия. Они сегодня в таком, знаете, для физического состояния спортсмены – это лучшей погоды не придумаешь. В народе говорят, что есть три вида лжи – большая, маленькая и статистика. Она говорила о том, что хозяева еще ни разу не побеждали в рамках русской классики. Но и на сей раз сухие факты оказались вправы. Рубин одержал уверенную победу и продолжил борьбу за место в плей-офф. В Италии завершился чемпионат Европы по биатлону. Сборная России в Риднау взяла пять медалей. И все оказались на счету тюменцев. Началось все сброн за Викторией Сливко в индивидуальной гонке. Продолжилась серебром Александра Логинова в спринте. А самым ярким стартом для сборной России стала мужская гонка-преследование. Победитель спринта латвиец Андрей Расторгуев ее от чего-то решил пропустить, открыв тюменцу дорогу к золоту. Тот шансом воспользовался, очень хитро расправившись с чисто стрелявшим болгарином Красимиром Анивым. Порадовал Игорь Аничев. С девятнадцатого места в спринте Евгений сумел пробиться на педестал. На пути к бронзе его не остановили даже три промаха. Эту бы скорость Даг Хончхан. Завершала программу чемпионата Европы смешанная эстафета. Состав сборной России получился уникальным. В него вошли четверо тюменцев. И едва не взяли золото. Сливко и Анастасия Загоруйко вывели команду в лидеры. А Логинов и Гараничев бежали быстрее всех соперников. Одна незадача. Много мазали, в отличие от выигравших гонку украинцев. В итоге тюменцы принесли сборной России в Риднау пять медалей и третье место командного зачета.